Музыка Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 21 марта, и своеменины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Марии и Иоанна Владимира. Мир и благословение, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь полагает начало недели Марии Египетской. Пятая неделя Великого Поста посвящена памяти этой дивной, величайшей святой, которая, с одной стороны, явила в себе мерзость, падение во грех, абсолютную гибель и души, и тела, удовлетворение плотским грехам, и, с другой стороны, явила чудо веры, чудо покаяния, чудо оживления и воскресения, и великого плодоношения в Духе Святом. Некоторый инок по имени Зосима, который многими трудами, постом и молитвою благоугодил Господу, допустил в себя лукавую мысль, что нет в окрестных местах подвижника угоднее Богу, нежели чем он. Оказывается, и на вершине святости дьявол, как лев рыкающий, ищет, как бы поглотить подвижника. Он уже не допускает грубых грехов, он уже преодолел свое чрево, умерил свой гнев, и тут подкрадывается совершенно лукавым, незаметным, искусным образом страсть, тщеславие и вытекающая из нее гордость. Нет подобного мне. Господь же, который всем желает спастись и прийти к познанию истины, как бы смиряя его, говорит, иди в один из палестинских монастырей, и там найдешь ответ на мучащий тебя вопрос. Зосима совершает путь, приходит в монастырь, начинается Святая Четыридесятница, по обычаю иноки монастыря, помолившись, расходятся в разные стороны Иорданской пустыни. Пошел Зосима, шел много дней, углубляясь в безлюдные, дикие места, и в конце долгого пути вдруг увидел как бы некоторую тень, мелькнувшую вдали. Зосима бросился догонять, но человек устремился от него прочь. Он закричал, «Остановись, добрый человек, Господь повелел мне искать вразумление, по-видимому, укажет мне его через тебя». Человек остановился, и говорит, «Я женщина, от долгих лет в пустыне моя одежда истлела, прошу тебя, брось мне твою мантию, чтобы я прикрыла наготу свою». Потрясен этой встречей, Зосима, обратившись к ней, просил сказать, кто она. Она ему отвечала, «Зосима, ты меня благослови, ибо я знаю, что ты несешь в себе благодать священства». Пораженный этим откровением и знанием того, что неведомо, он говорит, «Нет, ты мать меня благослови». И так они долго стояли, споря, у кого преимущество в благословении. В конце концов, Мария сказала, «Ты священник, и по праву должен благословить меня». «Бог благословит», отвечал Зосима, «Прошу тебя, расскажи мне, кто ты». «Я великая грешница». Мария начала повествование. Святая, когда мне было совсем немного лет, я сбежала из дома и прибилась к дурной компании. И много лет я погубила для того, чтобы познавать скверную науку греха. не то, чтобы я нуждалась в одежде и в питье, просто грех нравился мне по своей сути. Зосима стоял и слушал в сокрушении сердца. Однажды, продолжала Мария, я увидела некоторую группу молодых людей, отправляющихся в Иерусалим на праздник Чеснага Животворящего Креста. Я прибилась к ним, думая, что своим скверным искусством смогу себе обеспечить и проезд, и питание, и веселую жизнь. На всем пути я предавалась разного рода скверным утехам. Когда же мы прибыли в Святый Град, и паломники отправились в храм, взошли в него, но я не могла взойти. Вновь и вновь пытаясь преодолеть, я наталкивалась на какую-то невидимую силу, которая не позволяла мне войти в храм. Вдруг я подняла свои очи и увидела образ Пресвятой Богородицы, и я поняла, что именно за мои грехи Господь возбраняет мне вход к Святому Честному Животворящему Кресту. И Мария заплакала. Своими слезами омыла она скверну души, скверну тела, и пообещала Пресвятой, что если она позволит войти в храм, то она исполнит любое ее благословение. С трепетом переступив порог, Мария не ощутила никакого препятствия. Подошла, поклонилась Кресту, вернувшись к иконе Пресвятой Богородицы, она ожидала указания. За Иорданом найдешь ты спасение себе. Мария выйдя из храма отправилась прямиком к реке. Кто-то по пути ей дал несколько монет, на которые она купила три хлеба и переправилась на другой берег Иордана. И далее начались страшные борения и испытания. За семнадцать лет греха семнадцать лет невыносимого подвига. Подвига распятия себя в своей плоти, которая требовала возвращения к греху. Бесы дополняли эту тягу, эту жажду разного вида картинами и искушениями. они настойчиво внушали ей Мария, возвращайся к своей прежней жизни. Зачем ты пришла сюда? У тебя ничего не выйдет. Ты вся наша, ты вся во грехах, тебе нет надежды на спасение. Но святая мужественно преодолевала эту невидимую брань памятью о милости Божьей, памятью, что Бог прощает кающихся и кому много прощено, тот много любит. Кто много любит, тому Господь много прощает. 17 лет подвига, после которого наступило утешение. Выслушав удивительный рассказ, Зосима предложил помолиться, и когда вместе обратились они ко Господу, Мария вознеслась на воздух и, стоя на воздусе, молилась. Мария, обратившись к Зосиме, сказала, прошу тебя, приди сюда через год и причасти рабу Божию Мария в святых христовых тайн. Правда, ты не сможешь прийти в начале поста, но в такой-то день я тебя буду ждать. Прошел год, действительно, в начале поста Зосима был болен и смог прийти несколько погодя. пройдя. Продолжение следует...